Вы смотрите канал Россия 24, сейчас снова к Украине. Сегодня газета «Известия» публикует подсчеты военных экспертов. Согласно этим данным, один день карательной операции на юго-востоке страны обходится Киеву почти в 3 миллиона долларов. А всего с 15 апреля на подавление протестов потратили около 150 миллионов долларов. По оценкам аналитиков, если противостояние продолжится, расходы увеличатся в десятки раз. Но Киев это, видимо, не пугает. Тему продолжит Наталья Литовко. Карты, деньги, два ствола. В случае с Украиной на карту поставлен юго-восток. Страны стволов далеко не два, денег вложено огромное количество. Куда деваться, тариф военный. Киев решил продлить антитеррористическую операцию на Донбассе месяца на три. Такую информацию сообщают украинские СМИ. Сосылка на источник близкий к новоизбранному президенту Порошенко. Деньги, люди, потери. Сколько стоит спецоперация и кто на ней, как бы цинично это ни звучало, зарабатывает. Расскажем все факты. Оборонный бюджет Украины примерно 2,4 миллиарда долларов в год. Но в связи с военной обстановкой Кабмин дополнительно финансирует силовиков. Условных траншей за последние три месяца было несколько. Распределили между Минобороны, внутренними войсками МВД и пограничной службой. Общая сумма доплат 14,5 миллиардов гривен. Это около миллиарда долларов. То есть расходы выросли более чем на треть. Но и этого оказалось мало. Правительство Украины выделило еще СБУ. Плюс почти 100 миллионов гривен. О чем, как бы между прочим, без лишнего шума сообщили на сайте. Выделить службе безопасности 95 миллионов 380 тысяч гривен для проведения неотложных антитеррористических мероприятий. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета. Это, конечно, капля в море. Бездонно море денег, которые расходуют на спецоперацию. С финансами все крайне запутано. Но попробуем разобраться, из каких составляющих складывается цена войны. Во-первых, зарплата бойца. Рядовой контрактник на Донбассе в месяц, по идее, получает чуть больше 3 тысяч гривен, если учитывать повышение, о котором заявлял Яценюк. Чуть лучше дела у младшего офицерского состава. Начальник взвода имеет примерно 5 тысяч гривен. Самый высокий доход у старшего офицерского состава командир бригады получает, должен получать, порядка 9 тысяч гривен или 740 долларов. Открытым остается вопрос, сколько же военных задействовано в операции. В доступе таких данных нет, но примерно. Исходя из цифр, озвученных Киевом, на Донбассе воюют 5 тысяч человек. Ополченцы утверждают, что 20 тысяч. Допустим, минус нацгвардия и батальоны олигархов получаем около 15 тысяч человек. Выходит, содержание такой группировки в месяц составляет, соответственно, от полутора миллионов долларов до 4,2. Я думаю, что и сами украинцы не в полной мере представляют, сколько они в материальном плане потратили. Ибо сейчас мысль руководителей киевских властей строится на том, какое впечатление создать, какой эффект следует им иметь в виду в плане своего дальнейшего политического планирования. Чуть лучше с материальным положением дела обстоят у различных добровольных подразделений, участвующих в АТО. Посмотрим, какие тут бюджеты. В Днепропетровской области это батальон специального назначения Днепр финансирует лично олигарх Коломойский. Зарплата рядового бойца от 1000 долларов для командующего состава от 3 до 5 тысяч. Правда, как рассказывают сами добровольцы, от этих обещанных золотых гор на руки они получают максимум половину, а то и треть суммы. На службу зачисляются люди с боевым опытом и практикой в вооруженных силах и правоохранительных органах. Собирает под свои знамена и спецбатальон «Донбасс». Если исходить из того, что батальон входит в состав Нацгвардии, то, скорее всего, довольствие порядка 3000 гривен. Это 250 долларов в месяц. Собрал свою личную армию и известный радикал Лишко. Называется подразделение «Украина». Лишко даже лично возглавлял один из батальонов в своей ряды. Он призывал всех желающих от 18 до 50 лет. Какая зарплата – неизвестно. Но важная деталь – все эти батальоны и сейчас проводят набор добровольцев. Едва ли не главный критерий – готовность умереть, если потребуется. Видимо, этим и руководствуется Киев. Когда отправляет своих солдат в бой, военные жалуются на тысячу человек, в лучшем случае – 10 бронежилетов. Впрочем, как в одном из своих выступлений заявил новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко, не в бронежилетах счастье. Лучшая защита – компенсация в случае гибели. Украинские солдаты, судя по лицам в зале боксера, не очень поняли. Самый главный бронежилет для каждого из вас, у кого есть мать, жена, дети. Не дай бог, что с вами случится. Мысль о том, что они будут нищенствовать, что их никому некому будет кормить, то, что они останутся на улице. Социальные стандарты – вот это бронежилет. Когда каждый знает, не дай бог, что произойдет с ним. Его семья получит хорошую компенсацию и не будет нищенствовать. И государство будет заботиться о них. С момента начала антитеррористической операции на Востоке прошло полтора месяца. За это время украинская армия понесла еще и внушительные технические потери. Тоже большая статья расходов. Вертолеты, боевые машины, пехоты, БТРы, танки, бомбардировщик, система ГРАД и даже самоходка. В переводе на конкретные деньги, по нашим подсчетам, эти убытки уже перевалили за 100 миллионов долларов. Что почем в нашей подборке. Под Славянском с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса были подбиты несколько штурмовых вертолетов Ми-24. Всего в украинской армии 60 таких машин. Стоимость единицы примерно 20 миллионов долларов. Также сообщалось о потерях нескольких транспортных вертолетов Ми-8. Стоимость единицы ориентировочно 8 миллионов долларов. Умножаем как минимум на 3. Известно о потерях по меньшей мере трех тяжелых танков Т-64. Сгорели во время маневров. Стоимость единицы полтора миллиона долларов. Еще одна дорогая потеря и снова во время маневров. Тяжелый бомбардировщик Су-24М. Стоимость единицы 25 миллионов долларов. Среди других технических потерь несколько БТРов, каждый по миллиону долларов. Система залпового огня ГРАД. Она свалилась в реку во время передвижения на позиции. Это около 300 тысяч долларов. Также во время антитеррора в списке потерь боевые машины десанта. Стоимость каждой 800 тысяч долларов. В случае с техникой мы не случайно лишь перечисляем наименование. Без точного количества. Со стороны Украины подобной статистики понятно нет. Есть прикидки у ополченцев. По сведениям народного мэра Славянска, Пономарева о потере украинской армии. Следующие 8 вертолетов, 15 единиц бронетехники, 3 орудия. За время проведения спецоперации украинская армия потеряла убитыми более тысячи военных. Это только в Славянске, по мнению народного мэра. Но вернемся к технике. Поскольку тут не в количестве дел, а в качестве. Зачастую боевые единицы таковыми являются лишь на бумаге. На деле же груда металлолома. Made in USSR. Что касается боеприпасов военной техники, то это наше советское наследство. И фактически украинское государство это не оплачивает. То есть это то, что досталось наследство от Советского Союза. Допустим, те же боеприпасы, которые расходуются в Украине, их скопилось довольно значительное количество. Более того, тратились существенные деньги на их утилизацию. Соответственно, эти боеприпасы или надо было утилизировать, потратив деньги, или, соответственно, использовать в ходе антитеррористической операции. То есть тут расход фактически минимальный. Ну, любая война – это всегда большие деньги. Но речь не только о том, сколько тратят, но и о том, сколько зарабатывают. Так очевидно, что АТО на Юго-Востоке приносит огромные прибыли, скажем, поставщикам нефтепродуктов. Ведь потребность в горючем увеличилась. Крупнейший поставщик «Укртатнафта» принадлежит, внимание, олигарху Коломойскому. По некоторым данным, компания уже поставила топливо на сумму 188 миллионов гривен. Есть, конечно, и другие поставщики. Для оборонного ведомства некая ДНСК с объемом продаж 157 миллионов гривен. Или «Автосити-сервис» и «Альфа» на двоих выиграли тендер на сумму более 250 миллионов гривен. Всего же, по информации в СМИ, только за первые 4 месяца этого года из бюджета было выделено примерно 1,5 миллиарда гривен на горючее. А по данным портала «Госзакупок» Украины, за последние 3 месяца Минобороны увеличило объем закупок топлива в 2,5 раза. Кроме горючего, внушительные расходы на продовольствие и медикаменты. Наверняка в поставщиках военно-полевой кухни и аптечки тоже можно с интересом покопаться. Это могут быть те же самые олигархи. То есть для них это, в принципе, вполне естественно. Например, суметь получить иностранную помощь, большую часть положить себе в карман. На этом могут зарабатывать полевые командиры, допустим, торгуют, что называется, мертвыми душами. То есть, например, говорить, что у них тысяча человек под командой находятся, а находятся реально, допустим, 300-400. Но при этом содержание получать, например, на тысячу. Если сложить все вышеперечисленные расходы, все карты, стволы и все-все-все, выходит вот такой тариф военный. По оценкам опрошенных нами экспертов, расходы на боеприпасы и патроны минимум 1 миллион долларов. Так сказать, в щадящем режиме. На деле может и больше. Топливо порядка 73 миллионов долларов. Куда меньше на зарплаты. Что-то около 3 миллионов. Питание еще миллион с небольшим. Ну и на экипировку, как мы поняли, Киев вообще почти не тратится. 70 тысяч долларов. Итог получается такой. Месяц так называемой антитеррористической операции Украине стоит 78 миллионов долларов. Таким образом, один день войны на Донбассе – это 2,5 миллиона. Как говорится, делайте выводы, господа наблюдатели. На десерт до кучи такая арифметика. Пока еще исполняющий обязанности президента Турчинов подписал указ о присвоении участникам АТО воинских званий. Повышение до полковника включительно. Причем независимо от занимаемой должности и сроков выслуги. Такой вот стимул по горячим следам. Во всех смыслах звания уже получили около 260 военных. Такая вот спецоперация. Кому груз 200 с доставкой на дом, а кому звание. Большая политика, большой бизнес, большие расходы. Спасибо. 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 Спасибо.